Девушки отдыхают Представление, потому что я пока не думаю о пенсии А почему вы еще не думаете? Ну как почему? Молодой я еще Пока меня этот вопрос не срабатывал, я не работаю, еще не устроился А хотели бы узнать о пенсионной системе? Надо знать же об этом К сожалению, сегодня не все знают о том, как работает система пенсионного страхования Многие молодые люди не задумываются о будущей пенсии или не знают, как ее рассчитать В начале 2015 года в силу вступил федеральный закон По которому для того, чтобы претендовать на пенсионное обеспечение по старости Нужно не только достичь пенсионного возраста и заработать трудовой стаж не менее 15 лет Но и иметь на страховом счету накопительные баллы Баллы – это коэффициенты, которые начисляются в соответствии с заработной платой Рассчитать их можно, например, на сайте Пенсионного фонда России При обращении гражданина с назначением пенсии все его баллы за все отработанное время будут суммированы И умножены на ту стоимость одного балла, которая будет установлена именно на ту дату, на которую, когда он будет обращаться за установлением пенсии Ежегодно стоимость одного балла будет увеличиваться В этом году она равна примерно 70 рублям С начала года пенсионная формула выглядит так Где СП – страховая пенсия ИПК – сумма всех пенсионных баллов СИПК – стоимость пенсионного балла в году назначения страховой пенсии ФВ – фиксированная выплата С 1 января 2015 года она равняется приблизительно 4,5 тысячам рублей Таким образом, рассчитать свою страховую пенсию в 2015 году можно по формуле Кроме Государственного пенсионного фонда существуют и частные В них система пенсионного страхования осуществляется несколько иначе В Негосударственном пенсионном фонде доверия расскажут о том, как обеспечить безбедную старость себе и своим детям Тем гражданам, кто выберет Негосударственный пенсионный фонд в качестве страховщика своих пенсионных накоплений В дальнейшем будут назначены две пенсии – страховая и накопительная Если такой выбор сделан не будет, то гражданин может рассчитывать только на одну страховую пенсию Таким образом, основное преимущество – это дополнительный доход после выхода на заслуженный отдых Чтобы стать клиентом Оренбургского Негосударственного пенсионного фонда доверия Необходимо до конца 2015 года обратиться в наш центральный офис или подразделение фонда для оформления обязательного пенсионного страхования При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС Процедура займет не более 15 минут Также наши специалисты всегда проконсультируют вас по любым вопросам пенсионного законодательства Сохранность пенсионных средств граждан гарантируется государством Оренбургский пенсионный фонд доверия внесен в реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц То есть в нашем фонде пенсионные средства наших клиентов застрахованы И хотелось бы добавить, что Оренбургский пенсионный фонд доверия осуществляет деятельность на рынке пенсионных услуг уже более 20 лет Клиенты фонда могут быть уверены в завтрашнем дне Для многих пенсионная система кажется непонятной Но несмотря на все сложности, нужно уже задумываться о своей будущей социальной защищенности И осознанно подходить к выбору пенсионного фонда Тем более, что согласно нашему законодательству, определиться с выбором пенсионного страховщика необходимо до конца текущего года Гульнар Давлиталинова, Иван Медведев, Городской телеканал ЮТВ